МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Иран не потерпит агрессии на своих границах на фоне боевых действий в Карабахе. Американский город Форт-Ли, штат Нью-Джерси, признал независимость Арцаха. Исторические артефакты были конфискованы в разных регионах Западной Армении. Концерт для Арцаха. К музыкальному событию присоединились Сеппук Симонян, Сеш Танкян и другие знаменитости. 22 октября состоялось очередное заседание Парламента Республики Западной Армении. На состоявшемся в Ереване заседании присутствовали президент Западной Армении Армен Акабарамян, премьер-министр Седа Меликян. В ходе заседания были обсуждены ряд вопросов, касающихся Арцаха. Заседание парламента длилось 1 час 30 минут. Следующее заседание состоится в следующий четверг. При необходимости будет созвано внеочередное заседание. В ночь с 22 на 23 октября в зоне Арцахско-Азербайджанского конфликта ситуация не изменилась, оставалась относительно стабильно напряженной. Как передает Армен Пресс, Министерство обороны Арцаха сообщает, что в отдельных районах продолжились артиллерийские бои и перестрелки. Вечером в очередной раз, грубо нарушив нормы международного гуманитарного права, вражеские силы обстреляли Аскеран, а в полночь вновь обстреливали Мартуни. В настоящее время бои местного значения идут по всем направлениям линии фронта. Подразделения армии обороны продолжат операцию по обнаружению и уничтожению вражеских диверсионных групп, состоящих из наемников террористов, говорится в сообщении Министерства обороны Арцаха. Международный союз геноцидоведов выступил с заявлением, отметив, что в действиях Азербайджана и Турции есть угроза геноцида в отношении армян Арцаха. Об этом сообщает посольство Армении в Японии. Текст заявления представлен на английском языке. В этом заявлении следователи геноцида обсудили войну, развязанную Азербайджаном и Турцией. Они потребовали, чтобы международное сообщество приложило серьезные усилия для немедленного прекращения азербайджанской агрессии, а также антиармянской государственной пропаганды и ненависти в Азербайджане и Турции. Тегеран внимательно следит за боевыми действиями. В Нагорном Карабахе не потерпит агрессии на своих границах или территории, заявил в интервью Рея Новости посол Ирана в Российской Федерации Казэм Джалали. Иранские СМИ 20 октября сообщили, что беспилотник упал на приграничную территорию Ирана из зоны Карабахского конфликта. Ранее иранские СМИ сообщили, что с Арцахского фронта в районе приграничного с Ираном города Хадефарин было выпущено более 70 ракет. Город Форт-Ли, штат Нью-Джерси, осудил агрессию Азербайджана и признал право народа Арцаха на самоопределение и независимость Республики Арцах, передает Армен Пресс, об этом сообщает МИД Арцаха. Конфискованная Библия в городе Газиантеп в Западной Армении оказалась украдена из разграбленного музея в сирийском городе Алеппо. В провинции Аданавки, Вики конфискована статуэтка бронзового воина, 30 монет и 4 различных предмета, относящихся к римскому периоду, задержаны два подозреваемых. Согласно заявлению губернаторства Кесари, специальный оперативный отряд полиции штата остановил автомобиль в районе Меликгаза во время контроля за борьбой с контрабандой исторических ценностей. При обыске автомобиля были обнаружены 153 монеты и 15 исторических предметов, относящихся к римско-византийскому периоду. Известные американские музыканты армянского происхождения проведут концерт для Арцаха, прибыли от которого будут направлены на нужды Нагорного Карабаха. Об этом солист рок-группы системы Фотдаун Серж Танкиан сообщил на своей странице в Инстаграм. Цель концерта не только собрать средства для помощи Карабаху, но и проинформировать людей о происходящем в зоне конфликта. В концерте, который пройдет 26 октября, в онлайн-режиме на площадках Facebook и YouTube примут участие американские музыканты Сэпу Симонян, певец Артут Тунч Буэджан, музыкант Артем Манукиан, Серж Танкиан и многие другие. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Арцах Игору Вэль Армен Бадалян. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!